Друзья, всем привет! Вы на канале Спорт24 и сегодня мы обсудим один из самых странных боев русскоязычного ютуба. 26-летний Тимур Никулин, пробовавший себя и в боксе, и в боях на голых кулаках, выйдет драться с 50-летним Джеффом Монсоном, известным исключительно своим грэплингом и джиу-джитсу. Их бой пройдет в промоушене правда файтинг, а на руки будут надеты олдскульные боксерские перчатки. Бороться, разумеется, не разрешается. Может ли в этой истории что-то смущать, и как вообще Джефф, несколько лет назад не способный даже долго сидеть из-за многочисленных травм, подписался на такое? Всем приятного просмотра! Нет ли ощущения, что находишься вот в этом бою с Монсоном, как-то в таком заведомо не очень выгодном, извиняюсь, положении? Если выиграешь, то люди скажут, что вот, Монсон уже такой старый и больной, и там, победил какого-то старика, а если проиграешь, то, ну, тут очевидно, что совсем прям будет плохо. Вот как ты к этому относишься? Ну, мнение людей меняется ежесекундочно, но, а во-вторых, то, что я очень сильно переживаю перед этим боем, я вот горю, а я, мне вот очень сильно страшно, даже такого еще никогда не было. Ну, против меня и выходит настоящий профессионал своего дела. Ну, это не боец попа-мама, это именно человек с большим именем. И вот даже, если вы все видели, на стердауне я вел себя, как испуганный кролик перед ужом, ну, перед анакондой, грубо говоря, поэтому переживание у меня только за бой, а мнение людей, оно сразу меняется ежесекундочно. Ну, скажу то, что я выиграл старика, но для себя я поставил определенную галочку, и потом, вы видели, у Монсона баночка больше, чем у меня голова, поэтому мне кажется здесь, ну, я не знаю, почему меня вообще фаворитом сделали. Это, грубо говоря, и давит, и, с другой стороны, приятно. Но то, что вот мне понравилось, то, что я в главном бою против легенды. Джефф, я понимаю, почему вы согласились драться с Александром Емельяненко. У него есть имя в этом спорте. Но зачем вам бой с Тимуром Никулиным? Это испытание, это бокс. Это не мой главный, основной спорт, это не моя дисциплина. Ни ММА, ни джиу-джитсу. Тимур жесткий соперник. Если бы это был какой-нибудь блогер или типа того, то я бы не стал тратить свое время. Но тут реальное испытание. Плюс, также подготовка к Александру Емельяненко. Хета, как родилась идея свести Джеффа Монсона с Тимуром Никулиным? Вроде бы не самый очевидный бой, еще и по боксу. На самом деле мы не рассчитывали, мы хотели сделать другой бой. Но когда Тимур Никулин узнал, что Джефф Монсона возвращается в спорт, более того, он хочет драться на кулаках с соперником, который намного тяжелее его, он меня попросил, сделай мне этот бой. Это легенда, я смотрел, я вырос на его боях и так далее. Мы обратились к Джеффу, Джефф сказал, что, в принципе, рассматривает. Для него это изи-мани, как он сказал. Вот мы и организовали этот бой. Я думаю, в любом случае он интересен. И мне кажется, что не все так просто. И еще непонятно, кто фаворит, кто андердог. Ну, я предположу, что вас считают фаворитом, тебя считают фаворитом, потому что у тебя база бокса, а у Джеффа все-таки... Ну, люди его знают, как грэпплера, 59 побед, но при этом только 3 нокаутом. Вот, ну, нет проблемы в том, что это вообще как бы не его конек, очевидно, и с этим его не ассоциируют с боксом. Ну, подождите, вот смотрите, все говорят база боксинг, но никто не говорит то, что Никулин два года назад пришел вообще в спорт. И за два года, ну, я понимаю, там, допустим, Анатолий Юрьевич тот же самый, там, говорит то, что я уже мастер спорта международного класса, там, и заслуженный мастер спорта России, там, Олимпиаду выиграл в 2021 году, наверное, в 7-7 килограмм, поэтому я не знаю, на меня большие... Скоро есть его чемпионат галактики будут, тоже скажут, что в Колькоре я его забрал. Поэтому, ну, для меня, для меня вот сейчас тяжело, для меня сейчас вот именно морально для меня очень тяжело. То, что вот он спортсмен с большой буквы. Несколько лет назад вы объявили о завершении карьеры. Что изменилось? Почему вернулись? Это сложно, знаете, я до сих пор хочу закончить с этим. Но часть меня не хочет это отпускать и заставляет меня идти вперед, продолжать драться. Это тяжело сойти с пути. Я постоянно хочу что-то доказать себе. Я дерусь только ради побед. Не ради заработка, не ради титулов, только ради побед. И это испытание, особенно потому, что это бокс. Мы давно знаем вас как грэплера, джитсера. Сейчас вы боксер. Как чувствуете себя в этой дисциплине? Как грэплер и джитсер я чувствую себя, конечно, гораздо увереннее. Давайте быть честными. Но это просто как новая задача. По поводу, опять же, тех людей, которые говорят про его возраст и про то, что такой матчап, скажем так, не очень логичный и выглядит довольно странно. В частности, глава хардкора Анатолий Супельянов что-то такое примерно говорил. Насколько это вообще за дело, скажи? Вообще не за дело. Потому что я знаю всю кухню хардкора изнутри, поэтому для меня это не цепляет. Анатолий Юрьевич остается для меня авторитетом. В каком плане авторитетом? Мне, когда я был там, были и разногласия, были и добрые дела с его стороны. Поэтому для меня что он есть, что его нет, грубо говоря, в моей жизни. Просто если он будет, допустим, рядом со мной, я пожму ему руку и скажу спасибо, что вы есть. Все-таки люди, кто в теме, кто следит за единоборствами, у них как бы Джефф Монсон ассоциируется больше с грэплингом, а тут все-таки у нас о боксе речь идет. Нет опасений, что это прям совсем мисс-матч для Тимура? Мне кажется, на самом деле я видел. По-моему, у Джефф Монсона 2 или 3 даже нокаута есть. 3 нокаута, да. Он делал. Если он сделал 3 нокаута с профессиональными бойцами, я на самом деле переживаю за Тимура Никулина. Ведь не будем забывать, что это бойцы этой индустрии, так называемой поп-эм-эма, они разнятся с профессиональными бойцами. И мне кажется, удар Монсона, я разговаривал сейчас с его тренером, его тренер говорит, что работал с ним в парах более 5 раундов. И когда он по нему попадал, голова чуть не улетала. Поэтому я думаю, это будет хороший бой. Тем более Тимур Никулин не быстрый, он всегда стоит, вот он медленный такой, зажатый, не двигается, не бегает. И это для Монсона прям идеальный соперник, я считаю. Насколько тяжело, ну в плане габаритов, ты собираешься подойти вот с каким весом к Джеффу Монсу, но он все-таки против тяжеловеса всю свою жизнь дрался. Я вот не знаю, вот мой вес 90, я уже пробегусь 100 метров, я уже немножко начинаю дышать. Мне тяжело вот сейчас с таким весом. Мне сказали, типа, тренера, ну набирай вес, потому что тяжеловеса они роняют, и все. Вот за счет этого, а больше я не знаю даже. У меня даже геймплана только на бой нету, мы увидим просто колхозную мою рубку, и все. Я буду просто рубиться с этим человеком, потому что в этом ринге заходит Тимур Никулин против Джеффа Монсона, Тимур Студент и против Джеффа, который там, ну, 60 боев, 55 побед, или сколько у него там побед? Ну, ну вот, я просто, даже вот, просто прочтите Википедию про него, этот человек, который легенда, и он будет бить меня 28 числа. На пресс-конференции вы сказали, что дрались во многих разных промоушенах самого разного уровня во всем мире. Чувствуете разницу между прошлым опытом и тем, что происходило на сегодняшней пресс-конференции? Да, честно говоря, это большая разница. Люди в зале толкаются, дерутся. Я никогда не видел такого раньше. Эта игра сильно изменилась. Бойцы толкают друг друга, бьют, и все такое. Для примера, когда я дрался с Федором или с Александром Емельяненко, все было иначе. Эти люди жмут руку и ведут себя нормально до боя. Во время него они пытаются убить тебя, но после они снова жмут тебе руку, проявляют уважение. Но все изменилось. Я думаю, некоторые люди из UFC много болтают и становятся очень знаменитыми. И все остальные такие, о, я могу делать так же и тоже стану знаменитым. Некоторые ребята отыгрывают конфликты, но у них на самом деле нет проблем между собой. Это актерская игра или типа того. Я имею в виду, иногда проблемы реально бывают, как, например, было у Макгрегора и Хабиба. У них все было по-настоящему. Но в большинстве случаев между парнями полный порядок и никаких разногласий. Ну, короче, я не особо понимаю это. В общем, вам не совсем понравилось то, что вы увидели сегодня. Да это не так важно, понравилось мне или нет. Я просто не вмешиваюсь в эту движуху. Это просто не мой стиль. Если люди так представляют себя публике, что мы делаем? Мы артисты. Но я продолжаю драться не ради того, чтобы быть артистом, а ради побед. Это спорт для меня. Делаю это не для того, чтобы осчастливить людей или восхитить их. Но именно поэтому промоутеры позвали меня сюда, и именно поэтому люди будут смотреть наш бой и придут на него. И я понимаю, что это просто работа. Некоторые люди отыгрываются такими же людьми, толкаются, орут друг на друга. Но это не мое дело. Я никогда не буду этим заниматься, потому что, ну, просто не хочу быть фальшивым. Стараюсь драться и побеждать. Если люди захотят посмотреть мой бой, они это сделают. Он в один момент говорил, что хочешь, в принципе, подраться с Александром Емельяненко, начал раскачивать этот бой. Есть понимание, почему не получилось в итоге его устроить? Ну, еще не говорите то, что не получилось. Мне кажется, если я сейчас выиграю Монсона, то Александру будет неинтересно с Монсоном подраться. Он захочет подраться именно с тем, кто, допустим, выиграл. Ну, или проиграю, и дальше больше. Я не знаю, что и как будет, поэтому все впереди. Я не знаю, но я не загадываю за спину Монсона. Если, допустим, с Емельяненко не получится, есть много громких имен, с кем бы я сразился. Поэтому всегда я за коммерческие предложения. Вот мы сегодня уже хардкор упоминали только что. Там Монсон будет драться с Александром Емельяненко в декабре, ну, по крайней мере, так говорят. Ты задумался о том, что если ты сейчас его, допустим, нокаутируешь, то тем самым можешь немножко сбить интерес к его бою с Александром Емельяненко. И таким образом, ну, можно сказать, немного подсолить хардкор. Ну, хардкор обо мне говорит на каждой конференции. Там постоянно травят ребят, чтобы они вызывали меня, но хардкор не учитывает той детали. То, что, ну, меня не надо вызывать. Я могу сам прийти, грубо говоря, за хороший контракт. Просто есть Хамзат, отправляют ему, есть Хэтек, отправляют ему. Хэтек, я не думаю, что против хардкора. Ему, по сути, Сулянов ничего не сделал. Поэтому я могу драться. Хэтек сказал, ты можешь драться везде. Ну, если платят бабки, почему бы там не подраться? Если они ему заплатят, так, как устраивает Тимура, почему я его не отпущу? Для меня, у меня нет какой-то там ненависти к той или иной организации. Тем более, я даже не знаю этого человека, да, там, главу их организации. Мы с ним не знакомы. Вот. И я его отпущу, если он захочет подраться там, я его, конечно, отпущу. Но пока таких предложений от него, ни от Тимура, ни от организации ко мне не поступало. Поэтому я не вижу вообще проблем ни в чем. Если кто-то выйдет, мы готовы к диалогу. Другое дело, я против кулачных боев. Я против. И Тимуру, скорее всего, именно по кулачке я бы не дал выступать. Вот сейчас, насколько я знаю, у них есть ММА. Вроде все там по правилам, все нормально, без проблем. Если это ему интересно, пускай идет. Вот. Но против кулачки я явно выступаю. Известно, что у вас были довольно серьезные проблемы со здоровьем в прошлом. А как чувствуете себя сейчас? Честно, да, у меня хватало проблем со здоровьем. Сейчас чувствую себя хорошо. Сделал определенные вещи, чтобы преодолеть проблемы, которые меня мучили. Был непорядок со спиной, также меня оперировали, я страдал. У меня были отличные доктора и другие люди, которые помогли починить спину. Также я узнал многих людей, которые терапиями помогли мне восстановиться. Меня поправили. Я здоров, я в порядке. Могу нормально тренироваться и драться. Я знаю, что вы пытались договориться с Александром Емельенко о том, чтобы он у вас в лиге выступал. Почему не получилось договориться с ним до сих пор? Слушайте, пытались договориться. Я не думаю, что мы пытались договориться. Мы до сих пор разговариваем. Мы просто думаем, какой бой сделать. По каким правилам выставочный, либо тоже профбой по боксу. С кем, в конце концов. Потому что, насколько я знаю, Александр говорит, что он не чувствует бойцов в этой индустрии. И ему, наверное, надо серьезного бойца привезти за границей. Но мы это все сейчас обсуждаем, посмотрим. Я не думаю, что есть люди, с которыми мы не можем договориться. Есть люди, которые по определенным причинам не хотят драться и заряжают нереальные суммы. То есть, если сейчас я скажу, что я готов выйти против Джон Джонса, и я его выиграю, я могу так сказать, и зарядить 20 миллионов долларов. Никто мне их не заплатит, и я останусь при своем, и я могу об этом говорить сколько хотите, понимаете. Это не разговор, это не обсуждение какого-то боя. Это просто слова. Слова на ветер. Поэтому, я думаю, его менеджер знает мои требования. Я знаю, какой у них ценник. Мы будем его обсуждать. Если он будет адекватным. Если будет бой, который интересен людям, мы это сделаем. Я думаю, без проблем. Ваши бои мечты для Александра Емельяненко в вашей лиге? Слушайте, ну, Тимур Никулин мечтает с ним подраться. Для меня, на самом деле, Александра Емельяненко легенда, которая в свое время очень хорошо себя показывала. С переменным успехом до недавнешних времен у него были какие-то трудности. Сегодня для меня это человек, который вернулся в спорт. Он молодец, он красавчик. Он начал мотивировать, если он раньше демотивировал своими выходками. Сейчас он мотивирует многих ребят. Я просто хотел бы, чтобы он подрался. Но бой мечты, либо чего-то такого у меня нет. Это боец. В первую очередь, если это будет интересно людям, мы это организуем.